Трейдеры сегодня вечером отыгрывают решение по ставке ЕЦБ. Европейский регулятор принял решение оставить монетарную политику без изменений, несмотря на то, что четыре других крупных центробанка мира снизили ключевые ставки. Индекс доллара перешел к росту после утреннего снижения. Первая реакция евро на решение ЕЦБ была негативной. Евро – одна из немногих валют, которая уверенно противостояла доллару в последнее время. Основная пара в начале недели пробивала психологически значимый уровень сопротивления, но не задержалась на нем. Сегодняшнее решение поставки ЕЦБ может определить направление дальнейшего среднесрочного и долгосрочного движения пары EURUSD. Первый сигнал на снижение уже есть – евровалюта ушла ниже краткосрочного уровня поддержки 1.1240. Новость о сохранении в Европе параметров монетарной политики без изменений была встречена участниками торгов без особых эмоций. Главная пара Форекс просела на четверть процента. Новые стимулирующие меры ЕЦБ в основном нацелены на бизнес, который сейчас находится в наибольшей опасности из-за кризиса в стране и в связи с пандемией коронавируса. Спрос на валюту убежища по-прежнему высокий. Японская иена и швейцарский франк значительно укрепились по отношению к слабеющему доллару США. Американская валюта в начале дня ослабла, так как трейдеры сочли меры Дональда Трампа по борьбе с коронавирусом недостаточными. Это побудило рынки повысить ставки на агрессивное смягчение монетарной политики ФРС на мартовском заседании. Впрочем, ближе к вечерней сессии индекс доллара начал восстанавливать позиции, преодолев отметку в 97 пунктов. Покупатели доллара также оценивают отчет с американского рынка труда. Число первичных обращений за пособием и по безработице неожиданно сократилось за неделю. Тем не менее, следующие отчеты могут стать менее позитивными, так как отразят негативное влияние коронавируса. Компании вынуждены увольнять работников из-за сбоев в цепочке поставок и снижающегося спроса на некоторые товары и услуги. По мере роста опасений, связанных с последствиями эпидемии вируса, американские основные индексы переходят на территорию медвежьего тренда. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже вновь были приостановлены на 15 минут из-за падения S&P 500 более чем на 7%. Наиболее сильное давление в связи с падением цен на нефть испытывают сырьевые валюты. Канадский доллар увяз в красной зоне. Пара доллар против канадского доллара уже зашла в область 38-й фигуры и, судя по всему, назад возвращаться пока не планируют. Все будет зависеть от ситуации на рынке энергоносителей. Помимо пандемии коронавируса и бегства от риска, спад цен на нефть усугубляется угрозой потока дешевых поставок из Саудовской Аравии. Эр-Рияд из-за противостояния с Москвой пообещал поднять добычу до рекордно высокого уровня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова